Значит, добрый день. Сначала, прежде чем мы будем обсуждать некоторые эксперименты, связанные с деятельностью Рэндалла Милса в основном. То есть это работы, которые связаны с существованием так называемого гидрина. Мне хотелось бы постараться объяснить, почему холодного ядерного синтеза не существует в природе. Почему все эксперименты, которые делаются с точки зрения нормального физика, они ложны. Все это выделение тепла всевозможными этими установками, они вилами на воде писаны. Потому что на самом деле никто не сделал установку холодного ядерного синтеза такая, чтобы не было бы вот этого самого запитывания от электрического тока. Исключением, конечно, наши биологические ребята. То есть Курошов-Сахновый, соответственно, и то, что изложено в книжке Высоцкого. Вот, такова, значит, ситуация. Считаете, что его нет, что ли, на самом деле? Нет, я считаю, что он есть, но в большинстве случаев, которые нам предлагаются, его нет, конечно. Вот только что на сайте непризнанных изобретений была сделана, как они написали, установка холодного ядерного синтеза. Ну, то есть они там всякие вещи делают, которые там у них можно купить за 100 долларов, за 300. И там за какую-то небольшую штуку можно восстановить реплику установки холодного ядерного синтеза ОСИ. Интерес в ней состоит в том, что она действительно работает. То есть она греет с КПД типа больше 100%. И это дело надо объяснить. Точно такая же керамическая трубочка, непонятно с чем заполнена, подведена к проводам. И после этого, значит, получается, что она греет. В свое время, я помню, в 80-х годах была такая хохма чрезвычайно веселая. Народ это во всех возможных журналах, типа техники молодожи, объяснял. Значит, вот так порисуют такую схему. Берут питание, здесь ему конденсатор. Дальше здесь у нас нагрузка в лице лампочки. Здесь у нас дальше идет таких два штырька, показанные друг на друга. Вот они здесь. Значит, ситуация была следующая. Если ты наберешь ее, раздвигаешь в разные стороны. Часть сюда, часть сюда. Если их сдвигаешь, то есть просвет становится небольшим, то там возникает дуговой разряд. Если этот просвет полностью только делать, то есть делать так, чтобы только прямо отек, то значит, никакого другого разряда там не возникает. Что у нас происходит в действительности? Вот что там мы и сделаем. Эта лампочка горит. Горит, когда сдвигают эти контакты. Она очень слаба. И два, и два, и два. Потом эти два контакта раздвигают. Здесь возникает некоторый разряд. То есть она начинает здесь искриться. После этого эта лампочка загорается гораздо сильнее. Но спрашиваю задачи, почему это так? Как такое может быть? Ведь казалось бы, здесь у нас резко возрасловлено сопротивление. И у нас это сопротивление на этих контактах должно измениться. Чрезвычайно сильным образом. А понятно, почему она работает. То есть у нас здесь есть конденсатор. Постоянный ток через конденсатор не лечет. И когда он есть, только переменный. Вот у нас элемент этот делает. Мало того, что делает этот ток, имеющий такую прерывистую, то есть структуру. Отличающий. Но он, кроме того, делает ее еще раз существенным образом нелинейным. То есть это нелинейный элемент. И таким образом у нас получается, что ток через конденсатор у нас оказывается достаточно большим. И лампочка горит. Но если мы традиционными простыми бытовыми приборами, на чем в мире здесь сопротивление, которое рассчитано либо на простую синусоиду, либо на постоянный ток, то увидим, что потребление здесь небольшое будет. И мы будем удивляться этому факту, что у нас здесь КПД как будто бы возникло больше 100%. Очень сложно в этой самой картинке не увидеть ту реплику генератора Росси, который предлагает нам этот центр непризнанных изобретений. И, собственно, сам Росси. Что делает Пархомов, допустим? Вот у него есть трубочка. Здесь какая-то оболочка. И здесь посередине ее есть сердечник. Вот он, вот он, вот он, сердечник. Здесь он находится. В этом сердечнике происходит непонятно что. Там кипит алюминий гидрит. Он прожигает вот эту самую трубочку. Она после этого перегорает. Кусочки этой спирали попадают внутрь, собственно, так называемого рабочего тела. Поэтому, с точки зрения сравнивания ее, брали оттуда, убирали вот эту начинку и пытались сравнивать, как она себя ведет. То есть, когда у нас там происходит вот этот самый процесс закипания, то у нас тем самым прибор оказывается совершенно образом нелинейным. И отсюда неудивительно, почему у Пахомова в начале, когда у него трубочка тут же перегорала, коэффициент выдачи тепла был 2,2, то есть больше 120%, да? А только у него трубочка перестала гореть, то она, значит, опустилась до 1,2. То есть все 20% получилось. Это связано с тем, что здесь существует, что из-за тех активных химических, в первую очередь, процессов, а у нас руминогидрит очень активно потребляет воду и при высоких температуре превращается в кислоту, которая здесь у нас все прожигает. Вот. То таким образом этот процесс у нас существенным образом нелинейный. Именно в этом и состоит вот этот принцип работы вот того самого, самого... Это означает, что ты должен здесь правильно посчитать ток. Ты должен силу тока правильно посчитать на силу тока на напряжение. То есть твоя проблема становится вопрос сразу же, господа, а правильно ли мы здесь все считаем? Ну, ты знаешь, что когда док у нас не постоянен, то это у нас ток мощности считаешь, как сила тока умножить на напряжение и на угол между ними. Если у тебя ток постоянен, то, точнее, если у тебя нет реактивной части, да, здесь у тебя нигде реактивной части, она существенным образом есть, тот угол равен нулю. И как у меня только эта упаковая реплика появилась, я сразу же на это дело обратил внимание. Вот. Есть большое подозрение, есть большое подозрение, что обычный прибор, если к нему не подключается осциллограф, да, то он рассчитан на по счет мощности выделяемой, примерно, то есть напряжение на значит, на силу тока, на угол между ними. Угол между ними, это имеется в виду, когда они гармонически изменяют? Да, а здесь не гармонически, конечно. Здесь не гармонически. Поэтому он на это дело рассчитан, а процесс может пойти совершенно другой способ. Поэтому, когда я смотрю на всевозможные реплики, первое, что меня всегда сильно интересует, а откуда от этой трубочки идут провода, да? Почему? Как ты можешь с индуктивностью здесь бороться? А ты берешь, не с этого конца ее снимаешь, а отправляешь ее обратно вот сюда. Точно так же. То есть только у тебя идет в обратном направлении, как бы, да? И вот здесь выходишь. Вот у паркового, к сожалению, я этого не видел. И вот от центра непризнанных этих изобретений я тоже этого не видел. Сильно. Но я такую штуку увидел, что поводки идут с разной стороны, то есть означает, что там, по всей видимости, есть обмотка туда и обратно, туда и обратно. И тогда у тебя изотока, да, у тебя вот эти нелинейные эффекты, связанные с ненормальной индуктивностью, они, грубо говоря, зануляются. Вот у группы, по-моему, Степанов его зовут, МГУшной группы, которая по несколько часов в день мерила в проточной воде, вот у них сделано именно так, у них с трубочки идут все вот эти провода с одной стороны. Поэтому, я и говорю, что на этом основании очень интересно посмотреть на трубочку красиво. То есть взять осциллограф и посмотреть на форму сигнала, которая происходит у нас в этой самой ситуации. Я, конечно, нисколько не верю, нисколько не верю, что та группа профессоров, которая в основном из Швеции и Италии, которая занималась тестингом прибора Росси, она на такие вещи могла попасться. Что она не умеет по большому счету потребляемую мощность считать. Я в это не верю. Но я хочу обратить внимание, что из-за подобного рода разговоров у нас всевозможного рода приборы, типа холодного ядерного синтеза, с возможного рода выделениями, становится очень их измерение проблематично. Здесь всегда можно найти какие-то аргументы против. И это связано с тем, что из-за нелинейных процессов, накалящихся в сердечнике индуктивности, мы вполне возможно неправильно считаем потребляемую мощность. Нам кажется, что она считает одна, а мы потребляем гораздо больше. То есть за счет того, что у нас синусоиды нет. Синусоиды нет, и мы потребляем ее больше. Это аргумент. Поэтому крайне было бы интересно посмотреть, крайне было бы интересно посмотреть, значит, что у нас происходит на самом деле. Ну вот, чтобы вот так поводки звук к концу проходили, то есть обмотка была туда и обратно. И с другой стороны, всегда, когда видишь такую установку, я всегда смотрю, откуда выходят два проводка. Вот в МГУшной группе у них выходит правильно. По хому выходит с двух сторон. Но в России тоже с двух сторон, суд подозрительного. Так, а можно уточнить, что если так долго ведутся всякие эти эксперименты, что нельзя ли, неужели никому в голову не пришло, что вот поставить щит, где-то счетчик потребляемой мощности стоит там. Правильно, он должен быть правильным. Но вот осциллограф, я вот не знаю. Я знаю, что некоторые люди пытались себя воспроизводить такие штуки и мерили все четко. У них не получалось. Раз. Во-вторых, я знаю, что существует организация очень знаменитая, Мерал Флейшмана, так называемая. Они тоже там делали, как его переводят, гугл, табачья кость. Свой реактор делали. И у них превышение было, считанные проценты. То есть два, три процента. То есть, когда люди начинают правильно считать, есть большое подозрение, что что-то здесь не так. У Пархомова, пока у него приборчик перегорал, у него было больше ста процентов. Вы там пишите за счет химических реакций? Так получается, да? Да, за счет того, что у нас материал сердечника нашей трубки индуктивности кипит, у нас возникают нелинейные процессы собственно в сети. И таким образом, их надо было, чтобы их учесть, то есть, реально употребляемую мощность, это есть определенный рода труб. То, как делает Пархомов, это не совсем справедливо. Он что сделал? Заполнил трубочку порошком, померил, убрал порошок, опять померил, с порошком больше. Но именно порошок за счет нелинейности, он создает вот эти нелинейные процессы внутри сердечника, именно за счет этого порошок, значит, и дает вполне возможно нам подобного рода эффект. Про мои, по поводу единственного анализа, который был у Пархомова, я уже высказывал свое сомнение. Потому что по изотопам, которые он типа наработает на самом деле, было видно, что у него по большому счету в этой броске трубочка перегорела и попали кусочки спирали нагревательной, вот этой самой. Ну, видно. И это не не хром, а какой-то нагревательный элемент сделан на основе железа. То есть не хром, как делается. Кто-то мне написал, что у меня спрашивал, да, действительно, как бы прав. Вот. И это является подобного рода, подобного рода, когда этим вопросом занимаются, быть может, не профессионалы, возникает образом недоумения. Поэтому весь эксперимент по измерению тепла, они не могут, то, что называется, в физике быть решающим экспериментом. Есть решающий, который доказывает, что у тебя идет ядерный процесс. У тебя способ получения вот этого, значит, тепла из подобного рода трубочки, он не может быть в этом смысле решающим, определяющим реакцией. Почему? Потому что подобного рода аргументы существуют. Я давно о них знаю. Такова, значит, грустная истина. Вот. Вы знаете, что никто не мог толком, что ли, замерить, что ли, как-то уж больно... Нет, мне Цветков рассказывал, что у него есть какой-то знакомый, знакомый есть, Сергей Алексеевич мне Цветков рассказывал, который со своими трубочками, салографами ездит и замеряет реальные процессы. И у него нигде не было всегда выхода, которому предлагались эти реплики всевозможные. У него нигде не было выхода больше 100%. То есть, по сути, весь нагревательный элемент. Точно так же я говорю, господа, вот то, что на сайте вот этих самых новых или неизвестных, я дам на него ссылку, изобретение сделано, типа реплика Роси. Так самое смешное, что она будет работать. В том смысле, что вы будете платить по счетчику за электричество в гораздо меньших объемах, чем оно вам нагреет тепла. Вот реально же будет работать. Почему? То есть, счетчик не умеет? Потому что счетчик вот подобного рода вещи отлавливать не может наш бытовой. Просто простая машинка. А по сути, надо посмотреть, что там будет. Считать аккуратно. Я все время ребятам, которые, профессора шведская, которая проводила испытания установки Роси, я всегда был, мне казалось, что им доверять можно. Но точно так же и всем остальным можно доверять. А вот когда появляются подобные роплики, типа вот этого, установки на сайте неизвестных или новых изобретений, или запрещенных изобретений, не знаю, как он называется, то я говорю, вот тот процесс там существует вот именно такой. То есть это, по сути, хищение электричества у государства из-за нелинейности собственной установки. Вообще говоря, желающие могут это воспроизвести у поставщика электроэнергии. Но это, тем не менее, вот такая вот вещь возможна. Вот. Что я хочу сказать по этому поводу? Такие вот у вас самые вещи. Поэтому речь всегда должна идти о неком демонстрации, что у нас идет ядерный процесс. Обычно это излучение нейтронов. Если у нас есть считаемые нейтроны, если они у нас есть, значит есть реакция. Да? Или, как в экспериментах сахнул, да? Там что делается? Там происходит, бактерии что-то делают и на гора выдают элементы, которых быть не может. Мы их как меряем? Ну, много способов, самое главное, рентген на флюоресценте. Бац! На них посвятили. После этого мы получаем возвращенную картинку, возвращенную картинку, которая точно соответствует какому-то элементу, актинию, протоактинию, Францию или радио, которых в таких количествах не может быть просто. И вообще не может быть в этой самой трубе. Поэтому эксперимент у них корректный. А вот подобного эксперимента Роси с трубочками не выглядит решающим экспериментом. Но только тогда, когда, конечно, там начали мерить изотопные нарушения. То есть нарушение никеля, изотопные нарушения лития. Вот. Я вот по этому самому вечеру могу говорить непрерывно просто. Точно так же. Вот. Вот так. То есть трансмутации, появление новых изотопов, они безусловным образом являются здесь решающим истоятельством пользы ядерных реакций. Но опять это надо сделать так, чтобы не попасться на ошибку Пахомова, когда померили и вместо трансмутации никеля или чего-то там еще, что было внутри трубочки, намерили изотопный состав, грубо говоря, нагревательного элемента. Вот так. Вот такая у нас интересная история. Вот. Поэтому вот сегодня я буду говорить о экспериментах Саймона или Симона Блинка, это австранистский исследователь, и Ренжела Милса. У них одно из самых главных интересных этих свойств, которые это есть, это взрывы воды. Они берут два электрода, ну вот такой эксперимент, да, который здесь. Берут два электрода из специального вещества. Вот они у нас стоят, эти два электрода из специального вещества здесь. Такие, какие-то. А тут вода протекает. Ну, мы же знаем эту самую вещь. И здесь возникает разряд, и после этого у них наблюдается аномальное излучение. Аномальный выход тепла и излучение в жестком ультрафиолике. Да? Почему? Ну, вот так они говорят. Сразу же им возражение. Господа, а вы умеете правильно мерить тепло? У вас тут опять нелегийный процесс, электроды, вы вообще все это, у вас схема-то собрана направлено, корректно? Не прийти ли нам с господами к вам с оциолографом и не посмотреть, что у вас там на самом деле происходит? И вы там у себя в Австралии, в Америке, не занимаетесь ли вы хищением электроэнергии из обычной сети, из электрической, вместо того, что вы совершенно добросовестно заблуждаетесь. Вот. Но они говорят, господа, ну, мы у нас ультрафиолет, ультрафиолет, значит. Какой? Жесткий ультрафиолет. Как быть? На что мы им возражаем? А вы о таком явлении, как триболюминесценция, слышали? Триболюминесценция. В чем оно заключается? Она летит, вертолет у вас, пятки воском, блят, то есть она. Значит, можете посмотреть эти картинки. Летит буря в пустыне, операция, садится вертолет, значит, десантный, поднимается пыль кремневая, и она перемалывается в муку, вот этот самый песок, перемалывается в муку. А когда у нас разрушается кристалл, у нас возникает его свечение. В основном и в оптическом диапазоне, и как следует легко догадаться, и в ультрафиолете, в основном, потому что электронные орбиталии это, в общем-то, грубо говоря, в основном ультрафиолет, и в рентгене. А в рентгене почему? А? В рентгене почему? Ну, потому что рентгеновскому спектру соответствует у больших ядер, а там рентгеновский спектр задевается, мягкое рентгеновское излучение в Италии. Вот. Вот таким образом. Это же, и вот можно посмотреть, куча красивых картинок существует в сети, где вот так ночью садится, значит, этот вертолет с двумя лопастями десантной, американский. Пыль, и вот вокруг каждой лопасти такие круги света. Большую выдержку ставишь, да, и видно вот эти полоски. Это вот то наше замечательное требовательное руминесцентное явление. оно очень распространенное. Говорят, его можно увидеть на практике, я никогда не пробовал. Если щипцами в темноте колоть сахар даже, и там будут видны синие искры. Не знаю, можно попытаться, у меня щипцов нет, можно молотком их долбить просто. Ночью, ну так, в полной темноте, такой, Это известная картинка, Стас, я тебе уже рассказывал, по-моему, это ни разу не было под камеру. Вот, например, люди навострились рентгеновские снимки делать тканей человека, в том числе, палец сфотографировали, это на скотче. Приводится двое этих, два барабана, на один ставится скотч, а на другую, значит, он скотчно матывается, и он быстро разматывается. Так вот, там порядок величин таков энергии, что там реально получается у нас рентгеновское излучение. И люди, у тебя уже не только палец умеют сфотографировать, но всего человека могут взять, и вот в этом ступе по высокой чувствительности на скотче можно сделать снимок внутренности человека совершенно. То есть никакая пушка не нужна, а просто берешь и скотч начинаешь быстро вращать. Ну, машины они вращают, конечно, и вот таким образом сделаются. Поэтому, господа, ну, поэтому я по эту ситуацию тоже говорю, что я выступаю как адвокат дьявола, и готов вам говорить, что вы тут долго и упорно подбираете какой-то материал от них самых катодов, ну, вот этих двух электродов, катода, ну, и анода, да, между ними, и пропускаете между ними ток и вода. Так у вас ультрафиолет возникает, может, не от этого, а из-за того, что у вас здесь, вы как говорите, взрывы воды происходят, то есть у вас взрывается вот этот самый материал электродов. И вы за счет этого имеете ультрафиолет, жесткий, при том даже можете. Вот смотря у вас что, кто может быть. Но это всевозможного рода аргументы против, против, то есть мы, я же повторяю, что мы ко всего рода, ко всего рода экспериментов должны подходить чрезвычайно внимательно, потому что должны мы уметь отделить и... Что там отплевел-то, наверное, зерно отплевел, да. Ну вот, такова вот эта, значит, ситуация. И вот, выйдя вот с подобного рода скепсисом, с подобного рода скепсисом, я хочу вот эту свою первую часть, как бы так закончить, чтобы перейти, собственно, к экспериментам Симона Блинка.